настенька здравствуйте добрый день сегодня мы с вами встречаемся на очередном коучинге вы готовы готова что сегодня будем разбирать ну вообще основная задача это я хочу выйти в люди со своим проектом который будет посвящен женщинам которые хотят найти себя и которые будет вообще в принципе помогать в том чтобы найти себя но начинаем мы получается с едипа и sky на потому что мы обсудили что лучше всего будет если мы начнем с этих тем потому что они самые важные да но перед тем как мы с вами начнем эту тему и вы расскажете то что вы подготовили давайте с вами обсудим когда вы имеете такую идею задачу создать профессиональный курс то есть это же не просто курс есть курс например по литературе есть по истории есть по социологии а у нас с вами курс напомните мне на какую так сказать тему помощь женщине найти себя до пространстве какого предмета или сапчик там и будем это делать исследование как вы я думаю именно найти свою женскую природу и принять ее согласно а если мы с вами возьмем пространство науки в рамках психоанализ конечно и давайте сделаем с вами такую состыковочку между психоанализом и нам с вами к женщинам нужно идти поэтому мы с вами давайте соединим психоанализ и психотерапию вы согласны с этим да согласна что это будет психотерапевтический проект и далеко не в рамках психоанализ да и далеко не каждый человек не каждая женщина готовы сразу идти в психоанализ вы с этим согласны конечно для того чтобы дойти до психоанализа нужно определенная подготовка потому что то что мы изучаем в психоанализе это очень сложная достаточно тяжелая информация в которой приходится ярким наглядным образом встречаться со своим нарцизным ядром а психотерапия это пространство которое помогает нарцизное ядро немножечко так хорошенечко подкачать но не с точки зрения деструктивных процессов а с точки зрения конструктивных процессов а мы с вами люди умные поэтому мы будем соединять психотерапию психоанализ поэтому когда мы говорим с вами про курс то пусть у нас он будет какие-то части взяты из психоанализа а какие-то части мы пойдем прямо наглым образом в определенные школы психотерапии поняла договорились хорошо тогда настика давайте с вами попробуем немножечко скажем так обозначить так что же это за женщины такие которые должны или захотят или очень сильно вас желает пройти этот курс ведь это же какая-то определенная партия людей но я думаю что это женщина у которых есть проблемы в отношениях есть проблемы с лишним весом которые поисках себя своего дела своего становления у которых возможно есть проблемы в отношениях детей тоже дом кем стать поиски то есть вот именно вот эту точку найти и уже от нее подвигаться то есть это вот эта самая главная точка от которой вообще в принципе все зарождается свое дело своя семья свои дети свои отношения то есть вот этот стержень поможет найти этот курс вот смотрите у вас центральным словом является вашем повествовании является что-то свое то есть я бы так сказала что вы предлагаете рассмотреть что-то что нашей дорогой женщине принадлежит конечно согласны почему настя вы делаете на этом акцент давайте разберемся вот почему мы говорим про тему женщины вы же видели что творится сегодня на рынке так сказать труда и тебе пожалуйста темы любовницы и каких-то королев и денег и чего там только не придумали но все это как будто бы не то и получается что в вашем курсе есть такая такой акцент что должно быть вообще свое а почему потому что нужно наконец-то распутаться как по мне то есть вот это все что сейчас вокруг летает и витает это запутывает людей в основном это запутывает женщин потому что одни говорят одно другие говорят другое и получается что я хочу собрать и вот это вот именно свое чтобы женщина обрела чтобы она не запутывалась чтобы она все в себя она была в себе так так значит более внимательно рассматриваем это положение то есть когда у женщины есть что-то свое то у нее есть умница есть все и тогда тема запутывание распутывание она у вас очень интересная давайте ее более красиво распишем когда у женщины есть что-то свое то она перестает быть в состоянии растерянности вот в этом конечно да то есть когда у женщины есть свое у нее появляется опора то что называется женским гнездом женщина гнездоваться то есть получается что первым постулатом вашего курса является идея о том что у женщины должно быть что-то свое вот пока его своего не будет вот ты ты размазан по тарелочке а что же такое свое если в принципе углубляться в эту тему сейчас то сейчас я бы сначала начала вообще в принципе с женской природы с того в чем вообще в принципе сила женская находится и ее искать давайте сейчас немножечко просил попозже а вот сейчас про первое да и мы записываем это очень важные вещи которые сейчас у нас называются словами нам нужно обозначить женскую природу то есть оказывается что у женщины у женщины женская природа своя да и она отличается очень сильно умница умница первое дальше пошли что же еще такое свое но мы с вами будем разбирать ее с позиции женского виденье темы иди по то есть природа у женщины своя и виденье иди по свое вы понимаете почему мы на этом акцентируем внимание потому что больше всего от эдипового комплекса страдают женщины а не мужчины по итогу умница и потому что повествование эдипового комплекса через уста мужчины будет очень сильно оно невозможно так мы хорошо тут стоим во-первых очень сильно разница с тем как эдипа пишет женщина во-вторых зачем мужчина будет описывать эдипа для женщины какая здесь главная задача то есть здесь выгода получается у мужчины не будет если он будет описывать эдипа для женщины умница какая выгода мужчине нужно обмануть женщину какую выгоду с этого возьмет если он расскажет ей про эдипа умница то есть мы с вами же сейчас берем все-таки среднестатистические умы мы в истории где люди у нас имеют высокое сознательное такое развитие повествование мы поговорим об этом немного позднее вот у нас с вами среднестатистические пациенты и клиенты которые требуют внимания психотерапевта и психоаналитика соответственно мы уже понимаем что любой мужчина он конечно же должен женщину обмануть каким образом настенька и зачем и вообще зачем пользоваться конечно же первую очередь секс потому что женщина игрушкой для мужчины первого секса дальше настенька давайте я думаю манипуляции тоже это сюда же поиграться на манипуляции вы сейчас говорите про метод обмана да а нас интересует вопрос вообще зачем то есть первое он берет секс второе я буду я он берет крылья внимание заботу на струха я поняла руки это руки это труд это уборка готовка и так далее конечно то есть это бесплатная рабочая сила это нянька она постирает уберет приготовит помоет и все тебе сделает да сто процентов так там где рядом труд там что у нас стоит намекну как вы думаете по своему энергетическому заделу мужчина сильней или женщинам конечно женщина кто более живучие мужчина или женщина женщина конечно кто у более интуитивной прозорливой женщина мужчина без женщины ничего не может то есть эта женщина бы этот напор задает ему куда идти куда двигаться настенька вы знаете какое дело я вот про это же постоянно говорю, меня-то есть на это причина. Я нахожусь в Соединённых Штатах Америки. Вы представляете себе, что я вижу? Вы представляете, какой вид защиты женщин я вижу? И это же нормально отличается от того, что происходит, например, в России. То есть какое отношение мужчин к женщинам в России? Я думаю, что это скорее просто домработница и дружка для секса. Потребительское отношение. Вы сейчас находитесь не в России. Наверняка вы видите, как относятся мужчины к женщинам там, где вы живёте. Да, это совершенно другое. Какое? Уважительное в первую очередь. То есть если это женщина, то у неё, то ей мужчина даёт домработницу или там человека, который будет всем этим заниматься в большинстве случаев. Да. То есть, что удивительно, когда ты находишься, предположим, в России, то ты слышишь о том, что в тех странах, о которых мы сейчас говорим, такого нет. Что самое уважительное отношение к женщине это вот сейчас здесь. Но оказывается, что это не так. Да, всё верно. Правильно. Почему мы сейчас про это говорим? Я думаю, что мы говорим про это, потому что это, в принципе, открывает полностью картину вот этой вот проблемы, где женщина сталкивается с этим и основная аудитория. Согласна, но мы говорим с вами пока про обман. Держим ноту. А, про обман, поняла. И каким образом мужчина обманывает женщину, мы сможем понять чуть позднее, на то надо подойти, зачем он это делает. Мы дошли до потребительского отношения. И мы потом сказали с вами о том, что женщины более сильные, более выживающие. Рассказываю. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки уже давным-давно проводятся исследования. Во-первых, они, скажем так, произведены. Во-вторых, эти исследования проводятся дальше и будут проводиться. И в этих исследованиях ясно, что если говорить про руководителей или про лидеров высшего звена, про тех людей, которые управляют большими предприятиями и заводами, то женщины не просто ничем не уступают мужчинам. Они более добрые и более эмпатичные и более нежные и более милосердные и более приятные и вкуснее пахнут и более красивые и строят коммуникации и больше участвуют в построении отношений. То есть все, что происходит, скажем так, внутри этого большого проекта, то есть инсайт. И сегодня очень многие ученые ставят вопрос, а где те самые постулаты, на которых были основаны идеи о том, что только мужчина может зарабатывать деньги, только мужчина может быть руководителем, и женщина, если идет за ним, то в таком случае, ну, как там с вами уже давным-давно завершили, скажем так, бытие при аграрной эпохе, тогда, если женщина идет за ним, то зачем она идет? Если она может заработать, если она может построить, если она может возглавлять, то тогда, если она идет за ним, то зачем именно, если эти потребности нашей дорогой женщины закрыты? поэтому... Я думаю, что... А, простите. Настенька, говорите, пожалуйста. Мне кажется, что либо она видит выгоду, либо она поняла свою, в принципе, природу отношения мужчины и женщины. Я имею в виду, что она не будет лезть на первое место, если она уже и так все про себя знает. То есть, вот в этом и есть эта хитрость. Я с вами согласна, но здесь стоит тогда у нас вопрос. Здесь как будто в этом месте аннулируется возможность использовать манипуляции для обмана, потому что перед нами женщина нового поколения. Поняла. То есть, сам по себе ваш курс, он ведь развит для того, чтобы сделать переход между женщиной в ее старом представлении самой о себе и женщиной, которая по-новому увидит себя и будет называться женщиной нового поколения. то есть, ваш курс может стать определенным мостиком. Согласна. Так, и куда мы с вами здесь применим тему обмана? Мужского обмана. Конечно. Я думаю, что тогда это будет, мужчина будет пользоваться женскими мозгами в принципе для того, чтобы построить свой бизнес, потому что в принципе мужчины пользуются этим для построения отношений, совета и так далее. Конечно. То есть, выходит, что мужчина может в данном случае быть человеком-приспособленцем. То есть, ему просто это выгодно. Да. То есть, мы сейчас приходим к выводу, что у нас мужчина и женщина вообще склонны поменяться местами. ведь если это будет так, то мужчина станет домохозяйкой, он будет готовить еду, он будет руководить тем, когда у тебя няня пришла или не пришла, или пришла ли уборщица, или сам там быстренько листья подметет с газона. Он привезет, увезет, все женщины говорят в данном случае о том, что это можно рассматривать как некую бесплатную рабочую силу. Неужели история повторяется только теперь наши актеры поменялись местами? Такое может быть. Такое может быть. Если это так, неужели будет создан такой курс, который научит женщин возглавлять свою собственную жизнь? А куда девать все эти представления, если идти, то зачем? Если идти, то зачем? Вы имеете в виду брак? Ну, конечно, в брак в отношениях. Поняла. Сказала бы я, что это могут быть дети, но это, конечно, не так, потому что детей можно сделать где угодно. Ну, не то, что где угодно, я имею в виду, можно пойти в специальное место и выбрать самую лучшую сперму для себя. Конечно. Тогда второй вариант? У нас с вами образуется деревня Амазонок. Тогда получается это прослужение? Настенька, а какое здесь служение, когда во главе угла стоит вопрос о том, что ты не желаешь быть объектом для манипулирования и чётко очень видишь определённый вид обман? Ну, тогда, может быть, открывается новое отношение? Поподробнее, пожалуйста. Это про то, когда люди оба находятся, два человека находятся на таком уровне, когда им уже не до манипуляции, не до детского садика, вот этого, даже мы вернёмся к Эдипу, если, то когда они уже перерастают и строят красивые отношения, когда они оба уважают друг друга, и тогда уже речь идёт о другом, потому что женщина притянет к себе мужчину соответствующего, когда она находится в себе. Согласна, но тогда давайте заменим слово красивые на здоровые, так будет сейчас психотерапия. Отлично, то есть этот курс поможет женщинам как раз-таки начать, то есть вообще провести такое определённое исследование, то есть сделать в своей жизни ресерч. Во-вторых, это поможет женщине вычистить, вычистить то, что требовало, требовало внимания. В-третьих, эта женщина поможет выглядеть или высмотреть того человека, в котором она действительно нуждается. Очень хорошо. И тогда это является поводом для формирования нового вида отношений, здоровых отношений. Согласна. Мне кажется, что уже прекрасная база, то есть об этом можно только мечтать. Отлично, ещё давайте ответим на вопрос, зачем мужчина желает обмануть женщин? Чем он ещё хочет воспользоваться? Что ему нужно? Это сейчас мы возвращаемся к Эдипу или вообще в целом? У нас с вами стоит этот вопрос для того, чтобы мы подошли к теме Эдипа грамотно. то есть в чём ещё мужчина должен женщину обмануть? Ну, если я правильно поняла, то получается, что мужчина должен обмануть женщину, чтобы, допустим, сманипулировать так, это уже как способ, чтобы она показала своё лицо некрасивым, я имею в виду, ответила манипуляция на манипуляцию, повысила голос и так далее, он этим пользуется и говорит, что да, ты, ну, как бы якобы тоже такая. Так, вот здесь мы здесь окажемся в ловушке, если не поймём, что если мы говорим про среднестатистического мужчину, у которого есть среднестатистические привычки и замашки, то мы должны утверждать, что мужчины по своей природе очень сильно ленивы. Согласна. И для женщины характерен прогресс. Почему? У неё есть очень мощная манипуляция в отношении создания вот этого механизма заведения энергии. Это дети. Для женщины это то, что так двигатель этот закручивает, такую даёт силу. богатырскую. Когда у тебя ребятишки за спиной и ты понимаешь, что их нужно кормить, а ты не можешь сейчас надеяться на человека, то очень многие женщины именно после рождения детей начинают кочегарить этот тепловоз так сильно, что потом поражаются, что очень быстро они получили определённые успехи, достигли этих успехов. Настя, и когда мы говорим о лени, то мы понимаем, что будет возникать определённая эгоцентрическая потребность возвысить самого себя за чужой счёт. Поняла. То есть у нас мужчина, который ленив, который не держит эту ноту, который ведёт себя как зависимый наркоман или алкоголик, это то же самое. То есть мы не удивляемся тому, что мужчины у нас с вами ленивы. Это для нас не секрет. Мы с вами не занимаемся созданием классификации, где мы говорим вот это значит ленивые, вот это у нас рабочие такие запряжённые быки. Нет. Мы говорим, что все мужчины ленивы по своей природе, но есть те люди, которые умеют управлять своими эмоциями, своими состояниями и своими ленивыми положениями. А также есть мужчины, которые не умеют управлять и не собираются это делать. То есть мы сейчас с вами подойдём к тому, что называется силой духа, силой воли. То есть есть люди, но всем же приятно принимать наркотики, всем приятно становиться алкоголиками и так далее. То есть заходить вот в эти очень низко уровневые удовольствия. Но есть люди, которые берут себя вот так и не позволят этому быть в жизни, а есть люди, которые позволяют этому быть, они, конечно же, здесь превращаются в то, что называется быдлом. То есть у таких людей нет никакой перспективы на развитие. Мы сейчас говорим об этом только потому, что если мы говорим про человека с силой духа, с силой воли, то те люди, у которых её нет, должны же каким-то образом в жизни гоголем ходить. И тогда таким мужчинам очень выгодно, чтобы женщина предстала перед ним как объект, который хуже по стукрат его. Поэтому мужчины в таких отношениях будут заниматься провокациями и делать всё, чтобы женщина выглядела не просто отвратительно, а чтобы женщина показала себя как бескультурное, необразованное, неинтеллигентное, некрасивое с ожирением 50-й степени тяжести существо, которое не держит свои эмоции в кулачке, которое не управляет собой, которое кричит на своих детей, которое проявляет патологически в своей деструкции истерики, не являющейся следствием её, скажем так, психического заболевания, которое является манипулянткой, которое является человеком, застрявшим в своей инфантильности. и тогда на уровне вот этой женщины о, очень даже ничего. То есть, это уровень, который, в котором живут абьюзеры, манипуляторы, моральные или физические насильники. И, конечно же, женщина должна очень вовремя сориентироваться, потому что это самое опасное место и земля. То есть, у нас с вами в этом курсе будет ещё одна задача. Помочь женщинам выйти, если они попали в эти ситуации, выйти максимально благополучным способом для себя и своих детей, не забываем про принцип психической реальности, выйти из этих отношений и построить свою собственную судьбу. То есть, у нас с вами задача оберегательная, поддержательная, уважительная по отношению к женщинам, очень правдительная. И у нас с вами задача вот в этой чистоте и чёткости предложить женщинам помощь, в которых каждая начнёт встречаться со своей женской природой и откажется быть во лжи, в манипуляциях, в патологических отношениях, откажется быть некрасивой, нестройной, глупой, необразованной, скандальной, некультурной и социально неадаптированной. То есть, этим пунктом мы закрываем 10, так сказать, сложностей и болей в жизни женщины. Отлично. Вот теперь, вот теперь, это мы сейчас только поговорили с вами, лишь, это у нас верхушка айсберга, дальше мы идём дальше, но вот сейчас мы чувствуем, что готовы идти к теме Дима. Вы с этим согласны? Согласна. Отлично, поехали. По поводу Эдипа начнём, наверное, вообще, в принципе, с самой легенды о нём. Конечно. Кому так будет правильно? Наконец-то, потому что у кого не спрашиваешь, никто же ничего не читает и не знает, Настя. Влеснём умом? Да, легенда об Эдипе. Царь и царица, царь лай. Вместе с царицей, по-моему, там ситуация была такой, что или они вызвали оракула, или они к нему пошли. Он им сказал о том, что если они родят сына, а они его как бы родят, то он придёт и убьёт отца. После этого он женится на матери и будет иметь с ней детей. После чего... Постоим. У нас с вами коучинг. Задача коучинга научить вас делать всё идеально. Вы должны быть безупречны, красивы, сильны и основательны. И вот сегодня вы начинаете говорить про Эдипа. Про этот... Вы говорите об этом мифе. По большому счёту вы уже блещете умом, потому что говорю вам, если мы возьмём с вами всех психотерапевтов 100%, из них знают этот миф только 2%. 98% не знают. А если мы возьмём с вами 100% психоаналитиков, то знают только 1%. Это очень странная история, но это так. И я чувствую, что я как-то вас так, ну, оберегаю, что так, сейчас будем блистать умом. И вы, когда начинаете своё повествование, всё прекрасно, но вдруг вы говорите, что по-моему там было так или не так. И вот этот маленький элемент какой-то неловкости, какой-то неуверенности выводите на границу контакта. А вам нужно прекратить это делать. Даже если вы не помните, кто именно к кому пошёл. Вы можете сказать сейчас о том, что произошла встреча с оракулом, но сделать это так, чтобы, как говорится, всё было идеально, чётко и красиво. Попробуйте ещё раз начать этот рассказ, и вы поймёте, что этот навык теперь уже встроен в вас. И когда вы будете выходить на прямые эфиры, на рассказы, на повествование о тех или иных проблемах в психической реальности, вы вдруг почувствуете, что ваш навык избежать ошибок или избежать неловких уязвимых положений, вдруг так встроен, что это происходит просто как часы. Пробуем. Поняла. Царь и Лай вместе с царицей, нет, подождите, простите, произошла встреча царя Лай и царицы вместе с оракулой. И он им предсказал, что у них будет ребёнок, который впоследствии убьёт своего собственного отца, женится на матери и будет иметь в ней детей. Естественно, царь испугался, и после того, как царица родила ребёнка, они прокололи младенцу лодыжки и выбросили в поле. После чего Эдипа нашёл пастух, забрал к себе, и после этой встречи с пастухом другие царицы, царица, забрали Эдипа себе и воспитывали его с самого детства. И после произошла ситуация, что горожане начали замечать, что Эдип абсолютно не похож ни на царя, ни на царицу. И Эдип, естественно, тоже был очень сильно этим обижен и решил пойти к Аракулу, чтобы вообще узнать правду. Он идёт к Аракулу, Арапул в шоке, говорит о том, что на тебе страшное проклятие, ты убьёшь своего собственного отца и женишься на матери. Эдип тоже, естественно, в шоке, и домой он возвращаться не собирается, потому что он думает, что его родители это царь и царица, и он решил пойти совершенно другой дорогой. И по пути он встречает повозку, там начинается конфликт, и он убивает человека, который сидит внутри, и это оказывается его собственный отец. Эдип, сам того не зная, убивает отца, то есть пророчество начинает сбываться, Эдип продолжает свой путь, и по пути ему встречается сфинкс со своей загадкой, которую Эдип отгадывает. И после чего вознаграждение за то, что он спас город от сфинкса, Эдип становится царем, и ему полагается царица, которая становится его женой. Соответственно, это была его мать, Эдип об этом ничего не знает, они рожают детей и так далее, и вновь находит беда на этот город. люди говорят Эдипу, что ты нас уже спас один раз, пожалуйста, спаси еще раз, ты можешь, мы в тебя верим. И Эдип пытается спасти город, он идет к Оракулу, и Оракул ему говорит, что это твоя мать, твоя жена это твоя мать, ты родил детей со своей матерью, Эдип в шоке выкалывает себе глаза, мать убивает себя, и заканчивается вся история тем, что Эдип идет к подземному царству вместе со своими дочерьми. Сыновья начинают ссориться по итогу, и в целом история заканчивается не очень хорошо, потому что дочери приводят Эдипа к подземному царству, и потом они, по-моему, вернулись к братьям. Насколько я верно. Абсолютно верно. Очень хорошо. Дальше мы после этого идем куда? Дальше после этого мы идем к тому, что каков вообще выход в принципе из этой ситуации, как она соприкасается с реальным миром, почему мы вообще эту тему поднимаем. То есть как бы миф, мы просто о нем разговариваем, но как это соприкасается вообще с мужчинами, женщинами, и реальной жизнью, мало кому понятно, возможно. Умница, пробуем. Эта история говорит о том, что все мы вообще в принципе Эдипы, каждый человек Эдип, и женщины, и мужчины, это никак не отличается, но мужчины гораздо больше застревают в этом комплексе, и это видят и замечают именно женщины, точнее не замечают, а скорее страдают больше от этого всего именно женщина, которая вступает в отношения и связь с мужчиной Эдиповом комплексе. Так, Настя, здесь стоим, потому что есть противоречия. Вы сказали, что есть и в мужчинах, и в женщинах, но страдает больше женщина. Моя хорошая, этот момент нам нужно отмотать. Поняла. Эдип это проблема или конфликт, который есть и в женщине, и в мужчине, но непройденный Эдип в мужчине более патологичен и опасен и страшен, чем непройденный Эдип в женщине. Поняла вас. Потому что непройденный Эдип в женщине заставляет её или оставляет её в позиции поиска мужчины, который будет такой же, как папа. Ну, и, конечно, мы понимаем прекрасно, что для того, чтобы женщина обрела или нашла мужчину, то этот мужчина всё-таки должен быть не как папа, а как, Настенька, сказать? Ну, естественно, противоположный совершенно. Нет, моя дорогая, лучше, чем папа. Лучше, чем папа. Как папа, а лучше, чем папа. Соответственно, непройденный Эдип у женщины заставляет её становиться человеком, который будет находиться длительное время в поисках. С точки зрения эволюции и роста это очень хорошо. Согласитесь, здесь очень интересный момент, но конфликт здесь, это то же самое, как невроз, он заставляет человека искать этот творческий путь. А у мужчины... Согласна. Да и пусть она немножко побудет в своём Эдипе, пусть она его ищет. Конечно, она его не будет находить, потому что там папа будет лучший, но тем не менее, какое-то время на поиск она себе возьмёт, а у нас с вами это время важно, потому что, когда мы работаем с такими пациентками, то мы понимаем прекрасно, что в любом случае нам нужно будет подладиться куда-то к тем качествам папы, ну а их нужно рассмотреть, какие-то качества, увидеть, что да, они хороши, какие-то качества оказываются не очень хороши, увидеть, как женщина папу преувеличивает, как она его боготворит, как она делает из него героя, а он где-то героем не является. В общем, у нас есть там что полепить. Но когда Эдип по мужчине то что, Анастасия? Получается, мы приходим к тому, что у женщины Эдип более безопасен, чем мужской Эдип, правильно? Мы уже сказали. У мужчины более разрушительные, у мужчины это разрушение, агрессия. Слово более убрали. Давайте возьмём с вами сейчас семейную историю, когда мужчина у нас... Пожалуйста. Как будет выглядеть эта сцена? Мужчина. Так. Очень хорошо выглядит, приличный, скорее всего, с виду он воспитанный. Так. Жених на выданье, который ищет женщину, который не скрывает то, что в принципе ему нужна жена. То есть он не польский, ему нужна жена. То есть это те люди, которые как бы готовы жениться. Настенька, моя дорогая, тогда, если вы начинаете с этого, то будьте любезны и скажите, зачем? Иначе мы не можем здесь оставить фразу. Поняла, я поняла. Я как раз к этому и веду, потому что женщина для мужчины в Эдипе это прикрытие для инцестозных отношений с его матерью. То есть женщина это просто пешка в этой игре. Следим за тем, что мы говорим. Не прикрытие для инцестозных отношений, а прикрытие от того, между мужчиной Эдипом и его матерью существует то, что называется в психоанализе инцестозными отношениями. Что это такое, Анастасия, инцестозные отношения? Отношения между родственниками, между близкими родственниками. Какие отношения? Это любовь. Если мы говорим конкретно о матери и сына, что это любовь, которая перерастает в нечто безумное. То есть любовь матери к сыну, сына к матери, их связь настолько сильная, что они находятся в принципе на грани безумия. Вот эта вот любовь приобретает ненормальную... Нет, мы уже используем слово инцест, никакая там не грань. Поняла. Это что? Отношения между родственниками. Нет, какое отношение? Сексуальное отношение между родственниками. Сексуальное отношение между родственниками. Мы возьмём с вами сейчас, конечно, первого порядка. Это ваши ближние родственники. То есть это сестра, брат, мать, отец. То есть Эдип, он находится в инцестозных, мы говорим про психоанализе, отношениях со своей матерью, то есть на самом деле она сделала из него давным-давно кого? Мужа. Он сделал из неё давным-давно жену. Между ними секса, но в норме вещей нет, хотя бывают такие случаи, что и это есть. секса нет, и ты же с мамой не будешь спать. И также эту историю патологическую нужно же прикрыть, поэтому... Конечно. Продолжаем. Поэтому нужна женщина, с помощью которой мужчина будет это всё дело прикрывать. Умница. И которую нужно будет что сделать в результате? То есть там есть цель. Уничтожить и выпросить, чтобы вернуться к матери домой. Умница, чтобы иметь повод и причины иметь абсолютные доказательства, факты и причины, которые заставят человека положить этот, так сказать, объект на блюдечко с голубой каемочкой, преподнести своей матери, а она скажет, что сынок, как же ты был прав. Я же тебе говорил. Я же тебе говорила, ты должен слушать мать, мать знает лучше. И он, отдав эту голову своей бывшей жены или девушке, вновь впадает в Эдипа, и этот, скажем так, грех продолжается и закручивается с новой силой. Очень хорошо. Что еще очень часто бывает у нас во время вот такого серьезного инцестуозного патологического влечения? К чему спрашиваю? Что происходит с отцом Анастасия в этих историях? Какова мизансцена? Где отец обычно мешает, больно мешает сыну, и вся агрессия сына сваливается на отца? Правильно. Отец обычно это вторая роль в отношениях с матерью тоже, то есть он обычно где-то сзади. Нет, Анастасия, у нас есть миф, что было с отцом. Эдип убивает отца. отцы в таких отношениях погибают. Когда вы будете работать с такими людьми, с такими женщинами или мужчинами, вы увидите, что если к вам пришла такая женщина, но обычно она зачем-то пришла, потому что такая мать, она, конечно, будет бояться идти на психотерапию. Вы будете знать, в ее анамнезе есть история, ее муж погиб. А если к вам придет на консультацию Эдип, вы спросите его братца, он вам скажет, что мой папа умер. Так, очень хорошо. Тогда нам нужно с вами задаться вопросом, а кто же это сделал? Кто убил отца? Да. Если по мифу, то это Эдип, но они убили вместе отца? Мать и отец? Верно. И на кого в этой истории ляжет вина? Кто несет вину за проявленный архетип Каина, за это убийство? Сын, конечно. Сын, умница, умница. И тогда, если он несет эту вину, то как клинически, как мы это увидим в практике, на что будет жаловаться мужчина? на то, что отец не обращал на него внимания. Вот, Анастасия, вспоминаем Фройда. Что было с ним в 40 лет? Он заболел. Чем? Так, я сейчас по датам. Это то, что было с раком связано или невроз по основению? Немж, когда он создал его сердце. Почему? Почему? Что было причиной? Отец. А что именно? Потому что он думал, что он не сын своего отца. Потому что он думал, что он убил своего отца. Отец у него умер, когда Фройду было 40 лет. Почему он подумал, что он убил своего отца? Какая у него была маленькая тайна из его детства? Тот же Эдик? Нет, нет, нет. У матери Фройда был её супруг, отец Зигмунда Фройда. И он был старше её на очень много. Точно, да, согласна. Но Фройд видел своего сводного брата, который был ровесником его матери. И понимал, что вот такой бы ему папка подошёлся бы очень ко двору. То есть он возжелал смерти своего реального отца. Он не хотел, чтобы в его жизни этот мужчина был его отцом. Он хотел, чтобы отцом был помоложе. Вот этот молодой человек помоложе. И конечно же это и есть символическое убийство. Вы согласны с этим? Согласна. В психической реальности, какая разница, что-то произошло, по факту ты держал какое-то орудие или ты это представлял и желал. То есть это уже материал для работы. Абсолютно верно. То есть Фройд имел невроз сердца, потому что вина за то символическое убийство, которое он, скажем так, произвёл и был убеждён, что это сделал он, заставляет мужчину страдать. Что мы увидим с вами в клинической картине, Анастасия? Огромное чувство вины. Умница вины и огромное количество очень странных симптомов, а также большую, большие зависимости там, при которых, глядя на мужчину, ты понимаешь, что он занимается самоуничтожением. Так и говорят, ну красивый же парень или умный же парень, ну как-то живёт, ну как-то странно. А вот ответ именно такой. Живёт-то странно и убивает себя. А почему? А потому что вина. И сразу смотрим в эту эдипальность. То есть у нас есть возможность помочь таким мужчинам, только когда мы понимаем, что он страдает от вины за символическое убийство или за реальное, как говорится, потому что представляете, если ладно символическое убийство, как у Фройда, то есть просто возжелал, а вы представляете, когда отец по факту умирает. То есть эта вина, она заставит мальчика так страдать. Нет ещё ни одной прекрасной истории. Женщины, которые воспитывают своих сыновей, Анастасия, вот в таком ключе, это женщины, которые совершают самые огромные преступления в своей жизни. Они уродуют своих сыновей, и они делают из них таких страдающих людей, которые затем после этого, женясь или вступая в контакты, будут уродовать своих собственных жен. Это очень страшные люди, которые в анамнезе, так сказать, в начале, когда были исходным материалом, были просто теми мальчиками, которых матери, несознательные, очень злые, манипулятивные мамаши, не понимающие, что такое Мадонна, извращённо переделывают для того, чтобы реализовать их собственный комплекс зависти и ненависти к мужчинам. То есть Эдип становится игрушкой для манипуляций, для всех матерей, которые это делают. Очень хорошо. То есть у нас появляются с вами две формы мужчины. Первый мужчина это тот мальчик, которого вот так делали, искажали, ломали, гнули, он был невиноват, но когда он вырастает, он знает только эту форму жизни, все женщины будут использованы им для того, чтобы объяснить, что нет никого лучше мамки. Мамка в этот момент сидит и ждет, покачиваясь в кресле-качалке и покурив огромные папиросины. Обычно такие женщины насти курят очень много, как, знаете, аж в четыре смычка. Это правда так. Но, опять же, судьба есть судьба, и мы должны понимать, что еще не было ни одной истории счастливой про Эдипов. То есть женщина, мать, которая воспитывает такого сына, она как будет умирать? от рака. Она будет умирать, от чего-то страдать, она будет страдать, она будет гнить. То есть чем сильнее вот эта сила патологического искаженного отношения к своему ребенку, к тому же, а что она будет делать с невестками? Тоже их душить, ненавидеть и убивать. Уничтожать, конечно. То есть ее задача будет стоять и идти до последнего. Абсолютно верно. Поэтому судьба она в любом случае стоит на страже. И здесь очень полезно что говорить в психотерапии, когда ты встречаешься с такой женщиной и понимаешь, что она попала в ловушку, она попала к Эдипу, ее свекровь идет на уничтожение, что женщине сейчас нужно что-то очень срочное предпринять, потому что жизнь ей полностью испортит. И нужно что сказать такой женщине? Время расставит все на свои места. То есть нет еще такой истории, где и жили они потом долго и счастливы. Что происходит с самим Эдипом, как вы думаете, когда он лишает сам себя своей жены? Как возможности на самом деле выбраться из Эдипа? Есть два пути. Умница. Первый путь это теряет все, вот это самоуничтожение происходит, вот этот акт свершается, он абсолютно теряет все и уходит жить к матери. То есть он не выходит из Эдипа, он остается там, и ничего хорошего не происходит. То есть он теряет абсолютно прагичная судьба, умница. И если есть у него шанс, обычно такой шанс, когда человек идет на терапию, и умный психоаналитик, что будет говорить Настенька, когда увидит эту ситуацию? Когда уже все кончено? Когда уже все кончено, и он идет на терапию? Есть еще в наличии жена, но мать уже ее, эту жену бедную уже в хвост и в гриву, и уже там готовится мероприятие у нее. Так сказать? Да. То что должен сказать грамотный психоаналитик, видя эту историю, Анастасия? Он говорит о том, что прекрати совокупляться со своей матерью и желать ее. Бери свою жену и начинай свою собственную жизнь. Свою семью строй, своим миром занимайся. Умница, и если ты этого не сделаешь, то тебя ждет конец. конец. Все, ты уничтожен. Ты уничтожен. вспоминаем про миф об Эдипе и говорим, что Эдип закончил чем? Выколол себе глаза. Ацелетно верно. То есть ты ушел под... Ушел под... Да, это очень страшная погибель. То есть ты обречен. Настя, посмотрите, как красиво. Посмотрите, как красиво. Что сейчас вы думаете, когда мы вот этого Эдипа, когда вот мы начали про курс, когда мы четко с вами вот рассмотрели все этапы, подошли к Эдипу, рассмотрели клиническую картину, даже пошли в то, как работать, как помочь, какие пути. Что сейчас чувствуете? Чувствую, что это очень красиво, и что я совершенно не боюсь ошибку совершить, когда я говорю. А, да, это точно. Но это уже, у вас уже навык, поверьте мне. Люди, которые тоже занимаются коучингом или начали только заниматься коучингом, они, Настя, когда вот эти видео смотрят, они пока чувствуют зависть, потому что сами не могут себе это позволить. Это очень сложно. Это очень сложно выйти. А ошибки, когда ты их не просто принимаешь, а любишь, ты самый счастливый и свободный на свете психоаналитик. Ну, хорошо, мы об этом поговорим с вами дальше. Анастасия, есть ли еще материал, который мы должны сегодня рассмотреть? Да, я бы хотела по поводу второго способа поговорить, если у нас есть время. Конечно, есть, давайте. Второй способ, у нас это также женщина уходит, и у Эдипа случается тот же самый конфликт, он бушует, бесится, агрессирует, то есть он, опять же, занимается саморазрушением, разрушением всего, что вокруг. Да. Он очень сильно страдает, и вот здесь у него появляются очень маленькие шансы на то, чтобы выйти из Эдипа и построить свою собственную жизнь, потому что то, что он, в принципе, обесценивал в женщине, то, как она, я не знаю, выглядит, то, как она убирает, все, что было не так в их отношениях, когда он ее уничтожал с помощью мучаюсь, помощью манипуляций, то есть все вот это обесцененное, он осознает то, что ему это нужно, и то, что ему этого не хватает, то есть он понимает, что он это все потерял по своей собственной вине, и вот с этой вины получается с признанием собственной вины в том, что он виноват в этой потере, и то, что он скучает по этому всему, это вот этот маленький толчок к тому, чтобы выбраться из этого, то есть признание вины. Умница. А как нам подвести к этой вине? Для того, чтобы этот вопрос мы проработали, мы должны ответить на другой вопрос. А где в психической реальности в нашей схеме находится эта вина? Где она живёт? Сверх я. Я. Нарцизное ядро. Умница. И для того, чтобы подобраться к нарцизному ядру, что нас ожидает как специалистов? Каковы первые реакции? Нарцизное ядро — это в принципе очень большая тема. А у Эдипа, я так понимаю, что оно в принципе очень сильно раздуто. То есть это очень большой шаг для Эдипа вообще признать свою вину и то, что он в чём-то не прав. Абсолютно верно. А мы как специалисты что должны делать? Мы должны ведь понимать сначала, с чем мы встретимся, с чем мы встретимся при подходе и лёгком прикосновении к нарцизному ядру. Я думаю, что неприятные ощущения, конечно. Не просто в ощущения, мощнейшее сопротивление. Да кто ты такой, чтобы меня вообще здесь трогать? Да я лучше. Так, 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 так. То есть у нас, наши дорогие Эдипы, это очень хитрые парни. А не Анастасия. Перед тем, как попасть в руки грамотному специалисту, какое количество посещают специалистов? Миллион. Я думаю, очень большое. Миллион. И он тебе скажет, и был и там, и сям, и платил и такой прайс, и такой. Никто не помог. Ну, давай-ка ты, попробуй-ка. То есть там будет элемент такого проверочного экзамена. Хорошо. Ты оказываешься сильным специалистом. Ты добираешься до нарцизного ядра, и тебе человек это говорит. Да что это такое? То есть там будет сопротивление и взрыв. Как в этом месте должен вести себя специалист? Во-первых, я думаю, что он должен понимать, что это Эдип, потому что это гигантская агрессия, которая выбросится, если затронуть его нарцизное ядро. Естественно. Естественно. И что будет делать Эдип, проявляя эту агрессию? Что он будет делать? Затрагивать профессионализм. Умница. То есть специалист, который идёт в работу с Эдипом и прикасается к нарцизному ядру, должен быть предупреждён, что этот человек сейчас будет тыкать тебя в твой профессиональный уровень. Каким образом, Анастасия? Какие есть рычаги? В основном грамотный специалист о своей жизни, конечно же, не должен ничего говорить. То есть желательно, чтобы он не показывал своих мужей, жён, детей и так далее. Тем не менее, социальные сети. И, в общем-то, это даже и неплохо. Потому что ты, когда идёшь в работу со специалистом, ты должен понимать, кто этот человек в социальной среде. И ты должен знать, что будет перенос и контрперенос. Но как он будет тыкать в профессионализм? Мы уже не психоаналитик. Настя, вы представляете то, что мы с вами обсуждаем? Многие люди, например, которые смотрят это, они этого не знали никогда. А они как-то практикуют. Для многих людей это сейчас такие открытия, что мама не горюй. Поэтому наш человек этого всего не знает. Так как он будет тыкать? Ну, я думаю, что он начнёт сначала с того, что да кто ты вообще такой. А у тебя? Чтобы мне говорить об этом. Кто будет говорить, а у тебя? Да. От тебя что? Ещё. Ну, я думаю, что он будет говорить ещё опять же о том, что он ходил ко всем. Никто ему не помог. И чем ты лучше? Да ты где-то отучился, а где-то учился. И я думаю, что вот эта вот вся история обесценивания очень жёсткая начнётся с самого профессионализма человека. Хорошо. Аналитика нужно сделать психотерапевт. Я думаю, что первое, скорее всего, либо молчать, дать выпустить вот это всё, всё, что идёт из него, либо второй вариант очень жёстко поставить вот эту рамку. То есть, потому что, скорее всего, другие специалисты этого не делали и не выдерживали своего собственного нарцизного ядра. Потому что, когда человек тычет в твой собственный профессионализм, если ты в нём сомневаешься, всё, ты поплывёшь. Но, если человек это выдерживает, то он скажет о том, что сейчас стоит очень серьёзный вопрос. И я, как специалист, должен вас предупредить. Конечно же, вы можете сопротивляться, вы можете пройти ещё сотню психотерапевтов. Но я предлагаю в таком случае сделать акцент на вашем сновидении. Дайте мне один сон, и после интерпретации вы всё поймёте. То есть, у хорошего, грамотного психоаналитика нет желания оправдываться, нет желания защищаться. К чему всё это? Но грамотный психоаналитик говорит, расскажите мне сон. Я вам подтвержу. Интерпретировать мы увидим. Ты же сон не придумываешь. Сон – это же твой самый. Его же не кто-то тебе сейчас придумал и создал. То есть, ты подводишь человека к его собственной ответственности за его собственную судьбу. И тогда Эдип замолкает. Вот когда он видит грамотную работу, когда он видит очень чёткую интерпретацию, интерпретация всегда будет жёсткая, она будет болезненной, но она будет взята из того материала, что несёт тебе пациент, тогда наступает момент доверия между клиентом и пациентом, и Эдип готов меняться, если ты ему покажешь, что когда он выйдет из Эдипа, он станет сильнее, крылее, ярче, тар-та-та-та, что он станет счастливее, мощнее, богаче. То есть, ты покажешь ему все эти плюшечки, которые он получит после прохождения этой глубинной работы. Тогда да. Очень хорошо, Анастасия, что ещё сегодня мы должны разобрать? Я бы, наверное, ещё добавила, что вот в этой точке как раз-таки обесценивание и принятие вот этой вины, да, точку вот этого нарцизмного ядра и так далее, с этого начинается и геройство у Эдипа, потому что, как правило, Эдипы, они недогерои. Умница, раскроете тему, очень хорошая тема. То есть, в принципе, матери делают сыновей такими, что они всегда должны быть под крылом и рядышком, то есть, они как раз-таки отрезают крылья своим сыновьям, то есть, некоторые дети становятся, ну, сложно, наверное, так сказать, но умственно отсталыми, да, то есть, они прям, это для тех женщин, которые вообще хотят, чтобы всегда он был рядом и вообще без какой-либо причины и повода, ей даже женщина не нужна, чтобы это показывать, то есть, у нее есть другая причина, что вот он больной, он всегда будет рядом со мной и так далее. И вторая причина, это отрезать крылья просто так же, чтобы он был рядом, но всегда под рукой, подручный такой вот у нее камячок. Очень хорошо, да, замечательно, очень хорошо. Анастасия, мне кажется, что сегодня мы очень четко смогли с вами обозначить наш дальнейший план, то есть, давайте с вами увидим, что после того, как вы раскрываете тему Эдипа, она очень хорошо раскрыта, куда мы пойдем? Посмотрите, пожалуйста, в начало. Я думаю, что либо мы идем в Каина, либо продолжаем с курсом. Определите для себя, что мы будем исследовать на следующей встрече для того, чтобы вы подготовились. Вы скажете это себе? Я думаю, что да, я могу, я думаю, что тема Каина не настолько обширна, как Эдип, поэтому мы, в принципе, можем затронуть ее в начале, а потом продолжить с курсом. Отлично, если вы не против. Конечно, тогда мы с вами берем эти две задачи на следующий коучинг. Я жду от вас, как всегда, сбора информации, ваше эссе, и отправимся в дальнейшее исследование. Настенька, я очень рада, все идет по плану. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До встречи. До встречи. До встречи.